Столовечную славу и мгновенная смерть. Слова из поэмы Роберта Рождественского реквиями послужили девизом проекта «Россия и Беларусь. Единая история и единое будущее», организованного в рамках большой акции «Брещен» и «Марафон мужества». Около десяти российских патриотов и ветеранов проделали огромный путь от Москвы, Санкт-Петербурга, Новгорода, Пскова, прежде чем оказаться в городе Надбугом. Брещане встретили участников акции в 38-й гвардейской отдельной мобильной бригаде, где они возложили цветы к памятнику Василия Маргелова, знаковой личности для десантников, посетили музей боевой славы и познакомились с командным составом бригады. Чтобы совершить этот путь, участники марафона должны обладать не столько отличными физическими данными, сколько одним самым важным качеством – патриотизмом. Своим примером они показали, что память о войне живет. История марафона мужества лежит с прошлого года, с 2013 года, когда впервые был организован совместный российско-белорусский марафон по местам боевой славы Республики Беларусь и Российской Федерации. Он проходил по территории Беларуси, а также охватывал Псковскую область. Мы посещали Псков, легендарную 76-ю дивизию. А также, в чем и вся суть, место гибели Александра Матросова, который является человеком легендарным, который совершил подвиг самопожертвования. Самому зрелому участнику марафона около 90 лет. Никакие трудности долгого пути не испугали ни его, ни более молодых участников акции. Многие из них и прежде проделывали расстояние в несколько тысяч километров, останавливаясь в тех памятных местах, где когда-то с иной своей жизни отстаивали честь и свободу отчизны солдаты Великой Отечественной войны. Когда присоединятся к нам еще наши друзья и товарищи из Польши и Германии, это будет достойным вкладом к тому, чтобы люди понимали, что такое мир и что такое война, и как нужно за нее бороться, против войны, вернее, бороться за мир, что здесь все должны быть вместе, едины. Наших жертв, которые понесли наши народы во Второй мировой войне, достаточно, чтобы это понять. Все меньше времени остается до Великого юбилея – 70-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. И судя по тем многочисленным мероприятиям, которые проходят в нашей области, Брещено достойно подготовилось к этому событию. Это отметили и сегодняшние гости. Мы занимаемся очень многими мероприятиями. В прошлом году мы, ребята, возили Псков в шестую роту. Ваша ревью замечательная. Теперь уже наши друзья белорусы приезжали. Там же мы встретились, поехали в Санкт-Петербург, проводили очень большой марафон «Россия-Белоруссия. Единая история, две на будущее». Я вам скажу проще. Не знаю, как в связи с последними событиями, но для всех в России матушки Беларусь, любой, я знаю, что и западная, и восточная, в России не обсуждается вообще никак. То есть Беларусь значит наш. Обязательным для россиян, участников марафона «Мужество» было посещение Брестской крепости. Это важно не только в рамках программы, но и лично для каждого патриота-марафонца. После Бреста им предстоит проделать по дорогам прошедшей войны путь до самого Берлина. По словам участников проекта, это мероприятие важно как дань памяти павшим. Но главная ценность состоит в сохранении исторической памяти и в преемственности поколений.